Вот мы находимся на фоне вот этого картофелехранилища, которое построено. Здесь должна храниться картошка, а сейчас его разбирают местные коммерсанты. Где-то примерно с неделю назад, когда у нас тут на этой территории стала работать техника, то есть кран и автомобиль грузовой, который вывозил плиты. Я сразу совместно с жителями, с местными, мы обратились в полицию. Тогда уже приехали местные полицейские и остановили эту работу в связи с тем, что решение по материалу не было принято. И тогда уже появляется господин Гафнер, депутат законодательного собрания Свердловской области, представитель агрокомитета и начинает требовать возобновить работы, не препятствовать работе техники. Начали этот корпус разбирать. Прокуратура схватилась, что ага, здравствуйте, документов нет, ни того, ни сего, ни кадастрового паспорта, ничего на земле нет. И вот такое вот разбирательство идет. Корпус новый. Тут появляется Гафнер, говорит, что вы знаете, кто я? Она говорит, да, встречались. Я вас тоже, говорит, знаю. Я сейчас был у вашего начальства, я все решил, почему тут беспредел творится. Типа вот милиция приехала разбираться, это беспредел. Пышминское, оно размещалось на территории где-то около 10 населенных пунктов. Я вот считал, посчитал. И вот когда вот это все банкротство подвели, вот это хозяйство, остались без работы жители села Тимохинского, это рядом вот через речку, село Пульниково, там вообще это на расстоянии 15-20 километров от Пышмы. Там больше работы у людей нету. Вы работали на АПХ Пышминское? Да, я начал с 79-го года. А ушли когда? В прошлом году. Когда все расформировали? Когда все развалилось. А с вами рассчитались? Нет, еще. Вы будете низкие. Сколько долг осталось? 56. Вам выплатили заработную плату? Нет, мы выплатили. Я говорю, у меня вот почти 40 тысяч, 38. С вами рассчитались по зарплате? Конечно, нет. А сколько вам должны? Нам даже две точки дают. А вам сколько должны? Ну, у меня где-то 14, и тёчки где-то около 4. А вам сколько должны? 7 тысяч. И вам 7 тысяч должны. Сколько времени это продолжается уже? Я уже ребенка родила, у меня ребенка уже год, я до беременности еще работала. Два года будет в сентябре месяце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok